Ну что, спаун прото-дракона. Мне написали только в личку через 20 секунд. Точнее, даже через 40. Я был в альтабе в этот момент. Никакого арча. Ничего не сделали абсолютно. Баешная шея. Вау! Вау! Вы заслужили затерянного времени прото-дракон. Да, я заслужил. Доброго времени суток, дамы и господа. С вами Прио. По идее, я поставил жирную точку в маунт-фарме, выпустив видосик, где я рассказываю о полученных 52 или 53 маунтах за почти 60 дней. Но что еще делать при патче? Свинков прокачивать, извините меня, и так 14 персонажей 50-го уровня. Из них 2 демон-хантера, один на альянсе, другой на альянсе и два монаха получается. Вот. Апать их по этом левелу тоже такая себе идея, потому что там и так, в принципе, все нормально. Около сотого этом левела все имеется. Остается только одно. Дропить маунтов. Ну окей, еще можно было, конечно, заняться игрушечками или там питомцами, но это уже вообще дичь какая-то, это как-нибудь попозже, реально попозже. Поэтому остаются маунты. Посидел, посмотрел абсолютно весь свой лист маунтов и думаю, надо кемпить затерянного времени про дракона. Благо нашел различные группы, нашел различных людей с целью того, чтобы просто-напросто покемпить с ними. То есть очень хорошо показывает себя, например, время хроми для фарма затерянного времени про дракона, для фарма таймлоста. Получается, вы инвайтитесь в группу и лидер, который до 50-го левела просто берет, делает режим синхронизации, мапсы становятся 50-го левела и, то есть, например, если таймлост где-либо заспавнится, его никто не убьет, потому что у него хпшечки будет 8000 и это сложно будет реализовать. Получается, много было таймлостов потеряно. Начнем с этого. Фармил я, получается, где-то с 14-го числа, то есть суббота, вечер, ночь. Далее воскресенье, вечер, ночь. Потом понедельник, вечер, ночь. Потом вторник, вечер, ночь. Потом среда, вечер и получается ночью в 2 часа по московскому времени я получил или нет? Нет! Там еще ночь, получается, потом опять четверг, вечер, ночь. И вот вчера, в пятницу 20-го числа, пофармил вечером, посидел в заранее собранных группах, посидел с людьми по кемпеле. И в 2 часа ночи по московскому времени, уже тогда был затерянное время про дракон, получен. Фармил вообще в различном сетапе, в разных вармодах, что тоже, кстати, стоит использовать. Как сказал ранее, было потеряно 3 таймлоста. 14-го числа я просто-напросто летел на кемп к человечку. Время хроме, все как полагается, все замечательно. Лечу на ордынском персонаже, то есть это сервер Ревущий Фьорд. Вармод я не помню, включенный был или выключенный. Лечу-лечу на свою любимую точку, которая находится вот тут вот, над ледяной крепостью. И тут гарпи еще, дерево такое обозначено. Смотрю, о, летит какой-то про дракон. Таргетчу, это затерянное время про дракон 30-го левела, то есть я был не во времени хроме, я был на РФ. Лечу на кемпинг и вижу этого затерянного время про дракона, вдумайтесь. То есть, насколько все весело. Пишу лидеру о том, что заходи, давай быстрее, шотнем его типа вдвоем. Я его на себя агрю, жму таунт, разворачиваюсь. Мимо пролетает шпшка, убивает его, я не могу его лутануть. Ну круто, круто. Пишу в техподдержку, через день приходит ответ. Вы недостойны получить этого маунта, вы не заслуживаете лута с этого затерянного времени про дракона. Удачи. Ну, я не знаю, то есть, найс ответ и что сказать. Всегда агрю на локалках мопцов таунтом, а тут таунт не сработал что ли или что, но он был у меня проюзан. Окей, ладно, я не расстроился, кемпил дальше. Прошло пару дней, сидел в группе из пяти человек, всегда фармил в группе из пяти человек. Это всегда замечательно и только так нужно фармить. Можно еще четыре человека, да, как вариант. То есть, один на одной точке, второй на второй, третий на третий, четвертый на четвертый. Пятый просто летает туда-сюда. Как вариант, если вы фармите в вармоде, убивает противоположную фракцию, помогает в этом. Вот, сидим, сидим, хоп, вспышка происходит, спавн происходит. И в итоге дракон заспаунился в деревне, и тот человек, который стоял там один, он его прозевал, и орда его убила. Мы были на альянсе в этот момент. Еще один потерянный против дракона. Потом, пару-тройку дней назад, мы кемпили во времени хроме, мы сидели-сидели. Опять же, он заспаунился в деревне, и друид, лидер во времени хроме, решил заинвайдить пятого человечка. А чтобы накинуть синхрон на этого пятого человечка, чтобы мы были в одной фазе, нужно выйти из боя. Дракон уже был запуленный. Мы его совейдили, мы заинвайтили дыхашку, мы вырубили синхрон, мы полетали, и мы его не нашли. Все, третий потерянный протодракон. А далее проходит день, получается, с этого момента, или два. И вот уже 20-го числа, в 2 часа ночи, по московскому времени, Shadowlands, кстати, в это же время выходит, да, в 2 часа ночи, что интересно довольно-таки. Магия чисел не иначе. Протодракон уже спавнится вот в этом месте. То есть я быстренько лечу, за 2 минутки прилетаю, мы его келяем группой из 5 человек. Вне времени хроме, то есть протодракон был 30-го левела, не 50-го. Мы его келяем, он падает вниз, мы его лутаем, и все на этом. Затерянное время протодракон получен. Протодракон, какое сложное слово. Что могу добавить от себя? Фармите всегда в 5 человек. Это полезно, это замечательно. Если не можете фармить 5 человек, ну окей, 4 минимум. Вот. А далее, касательно вармода. Вармод включенный и вармод выключенный, это разные фазы. Помните это. Если во включенном вармоде вам докучает противоположная фракция, просто напинайте эту противоположную фракцию, как это делал я на анхолике, при том я делал это замечательно. 2-3 человека влетало, пофигу. Протвары, которые влетали, пытались меня скинуть с платформы, тоже получали люлей. Да, я один разок получил люлей, но это не страшно. Это не страшно. Получать люлей в игре, это не страшно. Если вы прилетаете на какую-то точку и видите то, что люди уже фармят, ну как-то проявите уважение, оставьте им этот спавн, сами вступите в какую-нибудь заранее собранную игру по-другую. Их очень много на текущий момент. Пока что припатч идет, и люди реально в большом количестве кемпят. Ага. Так, тут нету. И тут нету. Ну, значит на арде есть. Меняйте фракции, это тоже нормально. Таймер спавна. Очень много вопросов насчет этого, очень много мнений насчет этого. 2-8 часов. Вы убиваете Верагосу. Например, да, вам не повезло. Вы ее обшкуриваете, достаточно единичного левела навыка для такого действия. И потом уже ждете минимум 2 часа, максимум 8. За этот период что-то заспавнится вновь. Либо в затерянное время про Дракон, либо Верагосу. Верагосу обязательно шкурить с целью того, чтобы запустить новый таймер. Также касательно таунтов, эвейдов, всего такого прочего. Если рядом с вами никого нет, делайте просто бодипул. То есть телом напуливаете мопочка мимо него. Вот, пробегайте, прилетайте, он агрится на вас. Далее, если рядом с вами есть другие игроки, не находящиеся в вашей группе, то нажмите таун. Потом пусть вся группа к вам прилетит. В этот момент вы сделаете эвейд. И уже спокойно убьете про Дракона. Ну, благо я с такими сталкивался, но мне кажется, это как-то так должно выглядеть. Что еще можно сказать? Да и все, наверное. Если какие-то вопросики есть, интересные пожелания, поздравления, как говорится, все принимают. Заранее спасибо огромное. Очень много людей хотело реально, чтобы я этого маунта получил, потому что то, сколько затерянных времени про Драконов было потеряно, это просто феноменально. Три штуки, три штуки за пять дней. Ну, это ненормально. То есть, те люди, которые, например, сидели в Дискорде, кому я скидывал все эти скриншоты, они говорили о том, что как у тебя вообще на это терпение хватает. А я человек спокойный, я сижу кемплю. Что мне еще делать? При патче делать и так нечего. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. Участвуйте в розыгрыше на эпическое издание Shadowlands. До скорого.